привет привет всем главной новостью за эти два дня было то что нам всем здесь продляют наше пребывание вне зависимости от типа визы то есть до 30 апреля ну и скорее всего там дальше 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 ну надеемся что все конечно будет быстрее и лучше ситуации с коронавирусом но тем не менее продления у нас у всех есть откроют границы сначала выпихнуть тем кто тех кто на самолетах потом откроют границы для борда ранов ну чтобы люди могли обратно вернуться в таиланд жить долго и счастливо тенденция сохраняется хорошая 54 вчера человека заболевших в таиланде и 50 сегодня выздоровела 75 то есть динамика выходит в положительную сторону отлично чего не скажешь и россии около 1600 заболевших в россии на сегодняшний день продолжая тему эвакуации мы хотим рассказать вам о том брадоке который творится нам снова нужно заполнять новую форму потому что старая неправильная из-за которой начались смс-ки на короткие номера звонки каких-то людей она неправильная то есть необходимо снова зайти на портал госуслуг найти там обновленную форму и уже добавить ближайший аэропорт вылета регистрацию по которой у вас есть возможность пройти самоизоляцию и по месту прописки уже формируются списки как мы выяснили сегодня из прямого эфира моей знакомой который вещает из банкока давайте ее послушаем порт который был до питера 57 человек это уже в аэропорту люди сами считались кому позвонили и предупредили не пустили на рейс это раз пор есть у которой был до москвы пока там консулы своими списками и пытались что-то сделать и путать в общем люди вообще не понимали что происходит дайцы потом взяли все свои руки отстранили русских и начали садить на рейс уже по своему пониманию но с учетом прописки то есть сейчас чтобы понимали людей вывозят госуслуги формируют эти списки в соответствии с пропиской то есть в питер был рейс для питерцев и ленинградской области и получается москву москва и московская область людей не садили тех кто у кого например бронь была транзитная через москву в казань отказывали таким людям то есть первую очередь вот садили тех у кого были билеты именно на седьмое число потом всех кто был там с 31 с 1 по чуть-чуть тех кто готов был купить билеты это обязательно сначала тех кто был готов купить билеты и те кто попадали вот в эти списки и госуслуг и потом уже за 10 минут до посадки в самолет пускали людей из регионов которые просто скрыт мы с москвы таким образом борт все-таки забили под завязку но получается москву улетели люди из региона сейчас они сидят в обсервации питерскому рейсу практически всех отпустили домой по домам а потом значит в тот же день у нас был рейс с 7 в новосибирск вот кто в томск поехал тоже пустили домой там да на собственном транспорте питере да в питере развозили на автобусе 5 часов по домам ну короче бардак полный и на следующий день рейс с 7 взяли опять отменили взяли и все опять нахрен отменили 7 числа у нас больше не было никаких выводных рейсов вчера ночью опубликовали что будет рейс пукет москва сегодня речевочно должен быть 18 вечера сегодня утром они его уже перенесли на завтра вот теперь они будут пробовать списки сверять в чате telegram это придумал этот минком связь на сходить их ведомстве вообще там фиг разберешься с ними тестовом варианте эксперимент такой этим штабом то оперативным составлен прогноз если вы где-нибудь видели он такой очень размытый очень размытый что можно было отъехать если что заявлены рейсы уральских авиалиний на красноярск казань и уфу на уфу он будет 16 апреля а до этого у нас какие варианты это только 11 апреля заявлен аэрофлотовский рейс банкок москва но будут сидеть то есть но он такой же будет банкок санкт-петербург москва транзитный точно также будут сидеть всех по прописке и по логике вещей нам никто не позвонит и не пригласить нас полететь домой а у нас билеты через москву но мы поедем на удачу примерно такие же проблемы испытывают люди на бали все описано в форумах все делают фоточки видяшки сейчас получение информации очень упрощено давайте посмотрим что у них творится то есть людей вызвали с мест на которых они карантинились они сдали байки они довезли свои семьи до аэропорта и там им сказали извините вы не летите предварительно прислав им уведомления приходите к нам вы улетаете в родную страну а ...временем в России российские СМИ и журналисты вещают об обратном. Например, наш лидер среди вечерних мудозвонов Соловьёв. Посмотрите, что он говорит конкретно про тех, кто здесь остался. Все туристы были возвращены. Все. После чего выяснилось, что если от людей, дауншифтеров, которые уехали давно, которые не стояли ни на одном консульском учёте, которые даже не позаботились о том, что они знали, не страшно. Для них за несколько часов была разработана специальная программа, куда они входили, регистрировались. МИДу выделено отдельно 500 миллионов рублей на то, чтобы оплатить этим людям проживание в гостинице. Денежные средства, чтобы им было на что купить еду. И их группируют. Налажены рейсы. Сегодня уже прилетело несколько рейсов из разных стран мира, где мы этих людей всех возвращаем, помещаем чётко и ясно, в зависимости от их проживания, в карантинные условия. Знайте просто, как надо работать. Вечерний мудослов, вечерний мудослов, подлинный друженик наших ребёнок. Так что мы, дауншифтеры, ждём, когда же вообще нам пришлют материальную помощь. Надеемся и верим. Главное, что всех туристов уже вывезли. А все, кто вот эти, они не те. Они не те вообще. Ничего, что Арина в предыдущем видео, как бы, она туристка, приехала на Самуи отдохнуть. Ну вот, всё ещё торчит в Бангкоке. Так что меняйте методички, боты. Ваш лидер говорит о том, что надо, говорит, что всех вывезли. По Самуи новости следующие. С завтрашнего дня у нас будет бан на алкоголь, хоть мы и не в списках тех, кто, тех провинций, которые уже сделали этот бан. Ну, видимо, завтра мы будем вынесены в эти списки. Начинается Санкран, который тоже запрещен к празднованию в том виде, в котором это было. То есть то веселье на улицах, которое творилось в прошлых годах, не будет. Будем сидеть дома, поливать айфоны сверху на фотографии родственников. Так посоветовал премьер-министр. Ну, на фотографии, по конференц-связи вы можете поздравить родственников. Так мило. Реклама айфона 10. Потом зашлете нам денег, нам не хватает. Но провинцию пока не закрывают на въезд и выезд. И 24 часа карантина у нас тоже, комендантского часа у нас тоже нет. В отличие от Пхукета и Паттайи. Ну, конечно же, мозг говорит о том, что скоро будет страшно, бежим все в магазины. Ну, люди друг другу помогают. Организованы точки, где фаранги и тайцы обмениваются едой. Ну, у кого есть еда, у кого еды нет. Перманцы, конечно же, пострадали больше всех. Они без работы, без денег, ну и выехать к себе тоже не могут. Кормят. Кормят люди друг друга. Ну, так же, как и поддерживают российские туристы, которых оставили друг друга в чатах. Организовывают активные группы, пишут письма. В общем, как-то народ сплотился против властей в том числе. В аэропорту Бангкока людей накормила тайская компания CP. Это один из миллиардеров Таиланда. Ну, там ему принадлежат сети магазинов. Консульство России в Таиланде тоже имеет к этому отношение, потому что руководитель этой тайской компании был когда-то почетным консулом. Консульству приходится оправдываться за действия других структур, которые отвечают сейчас за эвакуацию граждан России. А это, как ни странно, Минкомсвязи. Ну, то есть те, кто делает вот эти таблички, эти формочки. Ну, тот великий министр, который за всеобщую цифровизацию отвечает. И который запретил Телеграм. Да, новая фишка. Минкомсвязи рекомендует группу в Телеграме, которую сам же запретил на территории России. Не группу, а само приложение. Короче говоря, бардак. Консул в своем обращении попросил не нападать на сотрудников консульства, на членов их семей, не выражать таким образом свой негатив, потому что не все зависит от нашего консульства. А как они нападают? Они что, находят в социальных сетях ссылки на мужей и пишут, «Ах, твоя жена, сука, работает в консульстве или что? Как они нападают?» Я не знаю, зачем ты меня спрашиваешь. Я не нападаю. Я тоже. Но мне очень интересно, как вообще это происходит и зачем. Ну и напоследок, у нас на Самуи появился седьмой случай заболевания коронавирусом. Это человек из семьи предыдущих трех. Вполне логично. Это были все новости на сегодня. Задавайте вопросы, мы будем стараться найти для вас актуальную информацию. До новых встреч. Пока-пока. А как же подписывайтесь на наш канал? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Я, видите, сегодня даже лифчик надела, чтобы Орел и Сосков не просвечивались. Боты, пишите комментарии. А не смотрели на мои виски. Боты, пишите. Пока.